настало теплое время года а значит кому это необходимо пора менять или устанавливать новый котел не затягивая до осени время ведь летит незаметно рассмотрим важнейший вопрос как правильно подобрать котел по всем правилам по науке есть всем известный упрощенный вариант расчета по так называемой площади то есть берется один киловатт тепловой мощности котла на 10 квадратных метров отапливаемой площади то есть к примеру 15 киловаттный котел ставится на 150 квадратных метров отапливаемой площади также в этом случае многие рекомендуют брать так называемый коэффициент запаса равный 1,2 ну то есть 20 процентов есть также вариант когда расчет можно вести по объему помещения согласно методике расход тепловой энергии составляет ну к примеру для кирпичного на квартирного дома это 0,34 тысячных киловатта на метр кубический ну и допустим для панельного это уже цифра 0,041 киловатт на метр кубический также существует вариант подбора котла по объему теплоносителя но это уже я считаю допустим некорректная методика ну потому что нет прямой связи между мощностью котла и объемом теплоносителя именно в данном случае объем теплоносителя влияет в основном на скорость нагрева системы отопления так вот единственным правильным способом подбора котла является метод когда мы подсчитываем тепловые потери дома здания или квартиры а потом на основании полученной цифры с учетом поправочных коэффициентов выбираем необходимую мощность котла к сожалению этот расчет достаточно сложен ну и также не точно ну тут как говорится идеального ничего нет но в любом случае точнее чем выше упомянутые методы практический пример расчета попробую провести в следующем видео но сейчас еще немножко теории важно понимать что у котла есть номинальная мощность при которой он в принципе должен работать так как в этом случае коэффициент полезного действия будет максимальным а значит при этом режиме работы будет самая ну так сказать низкая цена за единицу выделяемой энергии ну и также ресурс котла в этом случае будет оптимальным если мы отклонимся в большую сторону то тогда газ начнет в большей степени улетать в трубу и ресурс оборудования начнет резко сокращаться если же в меньшую сторону многие не понимают что в этом плохого взять заведомо значительно мощнее оборудование и не париться что в этом такого ну во первых это цена это будет ощутимо дороже да на ресурс это скажется в целом положительно но в данном случае резко упадет коэффициент полезного действия ведь котел это по сути что это металлическая емкость с водой которую нужно постоянно греть а когда металла и воды с избытком приходится тратить и значительно больше энергии просто на то чтобы котел грел сам себя конечно добиться постоянной работы в режиме номинальной мощности невозможно потому что даже тот же расчет теплопотерь но если взять центральную черноземную часть россии ведется для температуры минус 24 градуса цельсия а это согласитесь бывает не всегда надеюсь данная информация была вам интересна и полезна подписывайтесь на канал